Братья и сестры, я вас приветствую. Я всех вас люблю, и люблю вашу церковь, люблю вашего пастора, люблю рейнгенда вашего хора. Это те, кого я знаю, и те, кого я знаю, очень хорошие у меня в сердце впечатления от этих людей. Я много могу рассказать о нехорошего, но у меня всего 10 минут, поэтому я буду говорить о том, что у меня в сердце. Что можно сказать за 10 минут? Можно еще раз так же. Когда 10 минут, об этом можно сказать, наверное, самое важное. Сказать только то, что действительно в сердце. И я сидел и думал, что мне сказать за 10 минут? И Бог мне дал место из Писания, где сказано, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, даже если 3 часа будет слушать, ничего не получит. вот в Библии, когда Господь обращался к людям, Он говорил долго или обычно коротко? Коротко. Но у Иисуса были иногда и длинные проповеди. Павел один раз так проповедовал, что один человек уснул и упал. проповедь затянулась в малость. Но были короткие проповеди. И сила послания зависит не от того, как много сказано или как мало, а от того, как мы слушаем. Поэтому первая заповедь звучит как? Как? Какое первое слово? Какое первое слово? Слушай, Израиль! Когда я спрашиваю у христиан, какая самая большая заповедь? Они говорят, возьми Господа Бога. Я говорю, не с того начинаем. Первая заповедь звучит так. Слушай! И когда идешь в Дом Божий, будь более готов к слышанию. Слушать это значит так, чтобы слышать. И не только слышать, а понимать. И не только понимать, а делать. Потому что можно слушать, но не слышать. И поэтому слушай, Израиль! Слушай, Церковь! В прошлый раз, когда я был у вас, я вам говорил про пророка Исаию, который услышал голос Господа, который говорил, кто пойдет для нас и кого мне послать? Голос Господа звучал ко всем людям. К детям, к молодым людям, к старым людям, 70 лет, 80, 50, 40, 20, 15, всем, кто пойдет для нас. голос Господа не обращался к Исаии, он звучал ко всем. Но Исаия услышал этот голос. И он сказал, вот я, пошли меня. Братья и сестры, голос Господа сегодня звучит здесь. Ко всем! Но кто-то может услышать, если будет внимателен, как он слушает, а кто-то не услышит. Поэтому Иисус сказал, наблюдайте, как вы слушаете. О чем я вам хочу сказать? Я хочу вам сказать о том, за что я готов умереть. Каждый человек в жизни своей хочет иметь мечту, хочет иметь цель, ради которой он готов умереть. Не так, чтобы часть жизни отдать в церкви по воскресеньям, а часть жизни отдать на что-то другое. Нет! Богу не нравятся разделенные сердца. Ему нравятся цельные сердца. Всем сердцем, всей душою, всею жизнью. Не чуть-чуть, а все. Или все, или ничего. Или горячий, или холодный. Или свет, или тьма. Или добро, или зло. Нету серединки у Бога. Бог сказал, я хочу всего тебя. Всю жизнь, все сердце, все поклонение, все внимание, всю молитву, все собрание, все. Бог, если просит, просит не чуть-чуть, Он просит всего. И поэтому я хочу сказать о том, что Бог хочет наше сердце. И когда Иисус Христос воскрес из мертвых, Он пришел к ученикам, которые заперлись за дверью, на засовы, на замки, закрылись, потому что боялись иудеев, боялись, что им будет зло сделано. И Иисус, их учитель, и Господь, умер. Карьера их не была разрушена. Три года они потеряли напрасно. Они оставили дома, ходили с Иисусом, а сейчас ничего нету. И Иисус пришел к ним, и Он сказал, шалом, мир вам. И после того, когда Он сказал им, мир вам, Он как будто торопясь сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Братья и сестры, знаете, Он не стал говорить о том, как они от креста убежали. Он не стал говорить о том, что они сделали не так. Он не стал говорить об их ошибках. Он не стал говорить об их разочаровании. Он сразу приступил к делу. И Он сказал, как послал Меня Отец? Я хочу задать вопрос, как послал Бога, Бога Иисуса, Бог Отец? Это было собрание на небесах. Были ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, и Господь задал вопрос на небесах. Кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас? И когда этот вопрос звучал, и эхом отдавался в галактиках, небеса наполнились молчанием. И тогда один из них, Иисус, Он сказал, вот я, пошли Меня. Этот же вопрос Исаия услышал, когда Господь спрашивал, кто пойдет для нас? Исаия сказал, вот я, пошли Меня. Этот же вопрос задал Иисус, когда пришел к ученикам. Он сказал им, как послал Меня Отец с небес, так же и Я, точно так же, один в один, таким же способом, таким путем, такими же действиями, и такими же, такими же, таким же поступком. Я посылаю Тебя, Я посылаю Вас. Вы и Я посланы так же, как Иисус на эту землю. Вы и Я посланы точно так же, как Иисус Богом Отцом. И если Бог кого-то посылает, Он дает всю силу, всю власть, необходимую для служения. Он дает все, что нужно, чтобы исполнить волю Божью. Братья и сестры, в Библии написано, никто не может служить, если ему не будет дано. Знаете ли вы, что каждый из вас, вы имеете дар Божий и дар Духа Святого, и вам дано, для того, чтобы служить. Вы приняли от силы силу, и от благодати благодать, для служения. Бог дает все дары Духа Святого для служения телу Христа и этому миру. Братья и сестры, знаете, почему сегодня так много молодых людей, они не находятся в Доме Божьем, потому что их сердце разделенное, и они отдают часть себя в церкви, а часть где-то еще чему-то. Вчера я разговаривал с одним молодым человеком, и я спросил у него, когда я нашел его курящего травку в машине, я сказал ему, почему ты это делаешь? У меня есть для тебя что-то лучшее, чем то, что ты делаешь. Бог призывает тебя к большему. Я спросил у него, у тебя есть мечта? Он сказал, нет. Я сказал, ты посмотри на себя, ты худой, бледный, сколько тебе лет? 21 год. Куда с тобой пойти? Я с тобой речку не смогу переплыть, потому что ты утонешь. Я с тобой на дерево не полезу, потому что ты упадешь. Я с тобой 100 метров не пробегу, потому что ты не добежишь. Тебе 21 год, и ты умираешь. Зачем? Когда есть жизнь, другая жизнь. Я сказал, приезжай ко мне в Оркуту, я тебе покажу другую жизнь. У Бога есть судьба. Вчера я разговаривал с одним дедушкой, и он жалел о том, что он всю свою жизнь, большую часть жизни, живя в Америке, потратил на то, что он ухаживал за своим бекьярдом. И он сказал, я жалею, что я свою жизнь в это инвестировал и потом свой дом продал. Братья и сестры, это то, ради чего Господь вас призвал? Ради вашего бекьярда? Ради чего Господь вас призвал? Когда Бог сотворил вас, у Него была мечта для вас, у Него была цель, у Него была мысль, у Него была задумка, у Него было призвание. И люди живут, не зная, не думая о Божьих путях. Для себя Господь говорит, я призываю тебя. И когда Господь призывает, это охватывает всего, всю сущность, ваше сердце начинает гореть, знаете, как Павел об этом сказал? Павел сказал так, горе мне, если я не проповедую. Вы знаете, что значит испытать горе от того, что ты не проповедуешь? Это не потому, что он хотел стать апостолом, это не потому, что он хотел, чтобы его книги в Библию записали, это не потому, что он хотел карьеру христианскую построить, он испытал горе от того, что он не проповедует. Это охватило его, это огонь, Огонь! Это сердце его целиком дрожало, когда Бог его призвал. Вот это и есть призвание. Когда Бог призвал Еремию, Еремия говорил, я молод. Бог сказал, не говори, что я молод, ибо куда пошло ты пойдешь, и что повелю тебе, ты скажешь. И был огонь в костях его, и он не мог ничего с этим сделать. Когда Господь призвал Марию, что Мария сказала? Я маленькая, я молода, как это будет? Господь говорит, не говори, как это будет, потому что Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое будет святое. Поэтому я не говорю, ты не говоришь, мы не говорим, как это будет. Когда мы отвечаем на призыв, Господь знает, как это будет. Братья и сестры, твой брат, твой друг, твои знакомые не поверят в тебе. Они могут сказать, как ты? Братья Иисуса не поверили в Его призвание. Братья Иосифа не поверили в Его призвание. Братья Давида не поверили в Его призвание. Но Бог призывает. Бог сам решает, на кого полагать свою руку. И Он говорит, я избрал тебя. Я посылаю тебя. Я говорю тебе. Есть ли кто больше, кто может сделать это? Господь призывает. Он поставляет. Он дает силу для служения. Это Его. И от Него. И им. И к Нему. Это Божье действие внутри нас. Братья и сестры, мое слово направлено к тому, чтобы призвать вас ответить на Божий призыв. Я не сомневаюсь в том, что придет время, когда призыва звучать не будет. И в Библии сказано, что будут молодые юноши и девушки ходить от моря до моря, искать Слово Божьего и не найдут его. В Библии сказано, что будет время, когда призыв будет остановлен. Но сейчас призыв звучит. Господь говорит, я призываю тебя. Услышь мой голос. Господь призывает нас к тому, чтобы наше сердце целиком на 100% горело для Бога. Неразделенное принадлежало Ему. Братья и сестры, вы знаете, к чему зовет ваше сердце. Вы слышали много раз, когда Господь говорил к вам. Слово говорит, не говорил ли я тебе? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал это? Что Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает. Разум Его неисследим. Он дарует утомленному силу и изнемогшему крепость. Разве ты не знаешь это? Разве ты не слышал это? Господь говорит, ты знаешь это? Ты слышал это? Будь верен. Следуй тому, что говорит Господь. Иногда призвание принимает форму послушания. Моисей не соглашался идти. Он когда выходил причины, он отказывался. В конце концов, он сказал, пошли кого-нибудь другого. И когда гнев Господень воспылал на Моисея. Братья и сестры, не доводи Бога до гнева. Не убегай от Бога, подобно Ионе. Встречся с Ним и делай то, что Бог говорит тебе. Потому что многие люди долго живут не потому, что Бог к ним благоволит, а потому, что Бог ждет. Год за годом. И говорит, еще оставлю на год это дерево. Может быть принесет мне плод. А потом приходит, нету плода. Братья и сестры, Бог дал нам жизнь не для того, чтобы просто от ада спасти. Для того, чтобы исполнить волю Его на этой земле. И у каждого человека есть дар и призвание, и помазание служить Ему. В Библии написано, Бог помазал Иисуса благовествовать. Но как это происходит? В начале призвание, через Духа Святого. А потом помазание, потом служение, потом действие. Но нам надо услышать этот призыв. Услышать это. Братья и сестры, я буду молиться с вами о том, чтобы Господь проговорил к вашему сердцу, к вашим детям, к вашим внукам, к вашим братьям, сестрам, к вашей фамилии, семье, городу, чтобы Господь позвал. И когда Он позовет, будьте послушны, чтобы делать то, что Он говорит. И воля Божья исполнится в вашей жизни. Давайте мы встанем в наши ноги, я буду молиться вместе с вами. Ешула! Ешула!